Приветствую всех на нашем канале! Сегодня я вам расскажу об удивительно красивой лиане, которая называется Аконит. Аконит вьющаяся, по-другому еще у него есть название. Данный вид лианы очень декоративный. Лиана это миниатюрная, маленькая, всего лишь 2 метра высотой и ценится она за удивительно красивые цветки. Аконит это травянистая многолетняя лиана с вьющими стеблями и мелкими клубнями. Листья достигают длину 15 сантиметров. Листья очень изящные, очень красивые. Цветет она в конце июля до конца августа. И цветки представляют собой в диаметре где-то 3,5-4 сантиметра. В результате цветения образовываются семена, которые созревают в нашей средней полосе в октябре месяце. Растение очень ядовитые, поэтому если у вас есть маленькие дети, которые могут срывать цветочки, то, конечно, нежелательно высаживать в садах. На сегодняшний день выведены формы, которые имеют белый окрас цветка. Но в основном, как они представлены у нас с цветками, это темно-синий или даже с фиолетовым раскрасом. Это вот традиционный такой цвет. Лиана очень неприхотливая. В нашей полосе она достаточно хорошо зимует, без всякого дополнительного укрытия. И лианы, я не скажу, что это тяжелая, но тем не менее, опора ей нужна. И опора нужна с крупной сеткой или какая-то металлическая решетка. Произрастать она может как на солнце и в полутени. Может, конечно, терпеть и тень, но могу сказать, что здесь пойдет в ущерб цветению. Поэтому высаживаем ее всегда или на солнце, или в полутени. Размножается она корневищами, их отделяет в сентябре и высаживает на постоянное место. Также она дает обильный самосев. Ну, могу сказать, что самосев может и не получиться, что у вас получатся новые отростки, когда она высевает самосев. Но шанс такой есть. Поэтому лучше, конечно, размножать ее путем деления корневища. Почву она предпочитает плодородную. Может расти, в принципе, на любых почвах. К почвам она нетребовательна. Могу сказать, что Аконит это та лиана, которая великолепно смотрится в садах природного стиля. Она на самом деле имеет очень такую, знаете, непричесанную форму. По-другому больше никак не скажешь. Она такая бесформенная, раскидистая и очень легко уходит с опоры, полегает и расползается. Но вот, как я сказала, что в природном стиле она смотрится настолько органично. Кажется, что просто она там всегда и была. Великолепно она растет около деревьев, очень красиво их обвивает. И, в общем-то, весь ствол будет просто усыпан вот такими разными цветами в синий-фиолетовый цвет. Еще я хочу сказать вам, что на сегодняшний день очень часто в торговые сети привозят различные сорта Аконитов. Но я вам сейчас дам прямо вот латинское название. Это только один вид Аконитов вьющегося, который может в нашей средней полосе зимовать. Все остальные сорта Аконита в нашей средней полосе, конечно же, не выживут в наши суровые зимы. Поэтому обращайте внимание, когда вы придете в торговую сеть, обязательно должна быть написана надпись, что Аконит волюбелье. Это вот тот самый сорт, который в нашей средней полосе живет и зимует очень хорошо. Ну, это вот на сегодняшний день все. Пока Аконита выращивайте эти чудесные растения, чудесную лиану в своем саду. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!